Метель, лужи, гололёд, зима – время сложных погодных условий. Так на линиях электропередач налипает мокрый снег и образуется лёд, что часто становится причиной повреждения опоры и обрывов проводов. Если вы стали очевидцем такого происшествия, нужно помнить о правилах безопасности. Получить травму можно издалека. Земля – отличный проводник электрического тока. Поэтому от опасного участка стоит держаться на расстоянии 6-8 метров. Приближаться строго запрещено. Плюс незамедлительно нужно набрать на телефоне 115 – это номер аварийной диспетчерской службы. Дальше устранением последствий будут заниматься специалисты. Какая-то ситуация сложилась, что вы поняли, что зашли, то обязательно помним про шаговое напряжение. Суть заключается в том, что чем больше у человека шаг, ширина шага, тем больше разность потенциалов между двумя ногами и больше ток, который проходит через него. Надо выбираться или очень маленькими шажками, или стараться, как говорят, выпрыгивать. Рыбакам на заметку. Современные удочки без проблем проводят электричество. Человеку даже не обязательно касаться проводов. Стоит лишь приблизиться. Поэтому заниматься хобби нужно в безопасных местах. А вот на работе за людей отвечает руководитель. При работе вблизи линии электропередач должны быть назначены специальные ответственные лица, которые должны контролировать безопасную эту работу. И при совсем неблагоприятной, это когда, ну, именно в сам снегопад, когда сильный ветер, да, что такие работы надо прекращать для того, чтобы избежать случаев электротравматизма. В таких погодных условиях стоит усилить меры безопасности, проверить мобильные источники электроэнергии. Также необходимо очистить крыши от снега и льда. Помните, соблюдая правила безопасности. Зима пройдет спокойно и без происшествий.